Но кто не слышал про знаменитый торт муравейник? Его приготовить можно очень легко и просто, когда хочется полакомиться вкуснятиной. Для приготовления муравейника нам сегодня потребуется 600 грамм печенья. У меня сегодня шоколадное печенье и французский крекер с кунжутом. Можно брать сюда обычное печенье к чаю, можно топленое молочко. Это уже на ваш вкус. Кроме этого, 100 грамм сливочного масла, размягченного и доведенного до комнатной температуры, 1 банка вареного сгущенного молочка, 100 грамм молочного шоколада любого, 2-3 столовые ложки сметаны, ну и также орехи уже по вкусу. Ну что, приступим. Готовится просто и легко этот тортик. Берем мы для начала с вами шоколадное печенье. Открываем и начинаем его измельчать. Измельчать мы будем с вами вручную. Ничего страшного, что если у нас будут с вами мелкие и крупные кусочки, печенье очень легко крошится. Видите? Довольно-таки быстро. Можно толкушечкой потолочь. Но у меня сегодня прям сахарное печенье, и оно в руках у меня просто тает само по себе. Можно в пакет положить целлофановый и через скалку пропустить, размять кулек. Ну, у меня сегодня очень нежное печенье, которое крошится быстро. Вот так. Почти готово. В крошку его не обязательно превращать. Достаточно, чтобы были и мелкие, и крупные кусочки. Итак, измельчаем мы все печенье, какое у нас есть. Процесс веселый. Можно с детками, с внуками вместе работать. Им это занятие очень сильно понравится. Вот такая у меня крошка получилась из печенья. Теперь займемся сладкой начинкой. Берем вторую емкость и выкладываем в нее наше вареное сгущенное молочко. Всю банку. Так. Теперь мы сюда добавляем... Я немножко растопила сливочное масло. Вот так. И теперь сюда добавляю 3 столовые ложки сметаны. Раз. Два. Три. Все. И теперь начинаю взбивать блендером. Можно миксером, можно миксером, можно блендером. У кого что. Вот какая красивая масса у нас получилась. И теперь я сюда добавляю орешки. Смотрите, чтобы они были чистенькие, без скорлупки, чтобы не попали, чтобы никакие посторонние частички. Вот так их немножечко дробим. Тоже сюда добавляем. У меня сегодня орешки и арахисовые орешки. Вот так. Тоже добавляю сюда же. Кому нравится, можете добавить изюмчик. Можете вяленую клюкву добавить. Это уже на ваш вкус. Кому что больше нравится в этом тортике. Я очень люблю, когда у меня много грецкого ореха. Сейчас я вот так добавлю. И опять немножечко измельчу блендером. Я уже попробовала крем. Какая вкуснятина получилась. Теперь берем печенье и засыпаем в наш крем. Хорошенечко перемешиваем. Смотрите, чтобы состояние было и не жидкое, и не слишком твердое. Начинка должна вся у нас пропитаться в печенье. И будет вкуснейший тортик. Смотрите, сколько мы его готовили с вами. Считанные минутки. В удовольствие. Все, хорошенечко объединяем. Все, пересыпали печенье. И объединяем. Все содержимое. Вот такой набор продуктов. Вполне приемлем для того, чтобы у нас масса была наша и не жидкая, и не твердая. То есть, вот такой консистенции было. Аромат какой хороший. И в этом тортике самое главное, дать ему пропитаться. Вот мы его сейчас сделаем. И должны поставить в холодильник. Прям буквально на час-полтора, как минимум. Он должен постоять, чтобы пропитался всей вкуснятиной нашей. И получится самое то. Если у вас получилась жидковатая вот эта масса, то можно добавить печенье сюда. У меня прям самое то получилось. Сейчас будем выкладывать в форму. Берем плоское блюдо. И выкладываем в блюдо. Взяла красивую тарелочку. И теперь в нее начинаю выкладывать наш муравейник. И оформлять буду вот такой горкой, как муравейник. Вот таким образом. Горочка, чтобы получилось. Вот так. Форму муравейника я придала тортику. И последний маленький стрих. надо натереть шоколадку. И украсить наш тортик шоколадом. Натираем шоколадочку на терочке. Что-то посыпает еще маком, но мне маком не очень нравится. я люблю шоколадку. Натираем на терке. И сверху присыпем вкуснецким шоколадом. осталось только сверху посыпать шоколадом тертым. И вкуснейший торт муравейник у нас готов. Если вы еще не пробовали такой десерт, то очень даже рекомендую. Готовится этот тортик буквально в течение 10 минут. правда нужно дать времени, чтобы он постоял у нас в холодильнике в течение часа или полтора. Но в любом случае результат превзойдет все ожидания. Готовьте с любовью, готовьте с удовольствием. Радуйте своих близких, готовьте вкуснятину такую. И до новых встреч, мои хорошие. Кто не подписан, подписывайтесь. Будет еще много всего интересного. До новых встреч! До новых встреч!